вложил на выброс старой сумки женские вот нашел такой вклад ну как это сумки матери просто была дырка под кроватью и двойное дно сумки сколько тут денег нет на это сумка валялась на ракедон где-то уже лет 10 а то и больше может тогда это еще и были деньги 10 лет назад видите тут копейки 5 копейки 25 5 которые сейчас вообще не ходят гривны 11 года сейчас двадцать второй год ну сейчас думаю этих денег и на маршрутку не хватит один раз проехать ну просто интересно вот такая была дырка да на дно и вот там она как-то сохранилась вот сейчас сделаем подсчет из распакованной женской сумочки старой бабушки какие монеты каком количестве сейчас все пересчитаем 10 лет спустя вот такой урожай я собрал из-под пола женской сумочки но сразу вам скажу что монеты самое последнее тут тринадцатого года то есть скорее всего сумку выбросили в тринадцатом году этот под кровать запихнули и вот вот он через дырку я там оттуда вытащил этот ну чтобы не расстраиваться я не считал всю сумму я если кто хочет можете сделать стоп-кадр и сами посчитать в общем бумажные гривны кгнб 2011 года три рыжие гривни две 2006 года и 1 2002 года по 5 копеек 2010 1 2011 1 2013 4 вот это по 5 копеек получается по 25 копеек понятно что это уже я нигде не смогу использовать мой тут разброс у меня сейчас одну секундочку так по 25 копеек получается по 25 копеек 5 штук этого 92 1 94 ты 2006 1 2007 1 2008 2 2009 1 2010 1 2011 и этот 4 копеек 4 копеек всего одна штука 2010 года по копейки 92 1292 и 2001 год 4 копеечки было по доле теперь дальше по 50 копеек по 50 копеек 92 6 штучек 2006 1 2007 1 2009 2 10 1 и 13 вот видите уже металл начал и является вот она металлическая такая ржавая это по 50 копеек так и по 10 копеек так и по 10 копеек 92 редкая конечно одна штучка у нас 2000 следующее 5 1 6 3 7 3 8 3 9 1 10 2 11 1 12 2 ну вот такая статистика надо теперь это в баночку закопать на даче до лучших времен кстати кто хочет это найдите оговорот сокровищ там я рассказываю как правильно хранить старые украинские монеты закапывать их в огороде так чтобы они сохраняли свои эти свойства чтобы не ржавели но пока я вот эту всю фигню собираю как я храню бумажные гривны может потом был поэтому такая есть баночка там где всякую мелочную сдачу я туда и отправляю ну до этого я пользовался копилкой как делать копилку тоже где-то на моем канале мы собираем мелочь а потом закапываем ее на глубине около метра всем всего хорошего с вами был я и да если вы заметили вот миграя такая фигня у меня на кухне это этот мы для супермаркета купили поставим поток попозже чуть заявка еще не пришла официальная этот это отпугиватель мышь и крыс ну самый там дешевый через интернет мы заказали этот у него этот площадь воздействия 150 квадратных метров не пока будет это я думал чего его это у меня у себя квартиры не испытать потому что у меня 150 квадратных метров не надо мне просто отсюда и досюда здесь у меня гуманитарная мука хранится вот у меня хранится а здесь у меня в этих ведрах гуманитарный риск родиться потому что это мыши в пакетах прогрызают дырки и вот у меня вот смотрите видите верхняя вот у меня не было уже таких ведер я взял простой пластиковый дырой накрыл металлической крышкой и вот видите вот такие дырки мыши прогрызла она залазила даже вот видите это машина залазила сюда ох ё блять все и тараканы тут и залазила туда и жрала и срала в мою муку ну понятно что теперь такую муку есть нельзя можно даже наверно не проглезла это охренеть это убирать пока жена не увидела ну вот отсюда сюда я вот говорят эта фигня две недели работают первые это две недели мышам даже это первые дни любопытно они смотрят что это за фигня тут ультразвуковая а потом я это ты а не было начинают типа беситься нападать на людей эту каш через две недели не уходит надеюсь за это придет через две недели и я выживу мыши из своего дома это так просто ну чтобы видео вот это немножко дополнить чтобы она не было таким коротким